на месте хорошо мы приветствуем марину интересуемся готовы ли она к диагностике доверить ли она нам свое биополе на период сеанса и я даю команду на счет риск нер начинает сканировать пространство над головой марины по ногами сканирует систем тонких тел марины находит все 32 процента энергии ног вообще не видно по колено 32 процента хорошо считай сколько у нее герц она очень уставшая да понятно с такими энергиями и вибрациями больше кажется это космические отморозки и гармонии нет внутри значит давай по интерферентом поехали арахно это не на голове арахно это все маски голограммы все сущности предстаются глаз на своему эфирному коду днк и проявляется кто не проявится сожгу давай кого вижу инсектоид инку без и вот этот сгусток энергии не принял форму пока кто-то хорошо и от этот сгустка энергии выстраивается канал к ответственному 1 2 3 притягиваю в клетку тюрьму где бы не находился это грудь грудная клетка у меня канал идет от зеленой чакры там как жаба она дышит ты видишь жабу отправляя жабу в клетку тюрьму 1 2 3 выходит из биополя и идет в клетку тюрьму а здесь кто ее подсадил и от этой жабы выстраивай канал к ответственному 1 2 3 и вытягивай его по каналу где бы не находился в клетку тюрьму 1 2 3 да будет так атаки есть защита стоит не вижу никого энергии вижу все хорошо влад сожги защиту 1 2 3 просканируй ее подбери частоту и сожги эту защиту сущность притягивается и проявляется сила моего намерения да будет так атаки есть знаешь вышла как будто женщина но она какая-то неестественная как голограмма хорошо от этой женщины выстраиваются каналы притягивая всех ответственность связаны по цепочке с энергией марины 1 2 3 да будет так атаки есть нет это магия на магии похоже очень хорошо переходим на чистоту магического воздействия 1 2 3 если таково если было но проявляется не картинка ведь женщина в платке белом и она в церкви платит за что-то за упокой не так ли но очень похоже на хорошо притягиваю эту женщину в клетку тюрьму 1 2 3 да будет так атаки есть кто делал ритуал ответственный исполнитель притягивается трудно притягивается но не к знаешь как раз проливаются по клетке это две женщины усиливая силу и своего намерения притягивать их двух женщин силой моего намерения в клетку тюрьму один два три они стоят в клетке знаешь почему они никогда не встречались понятно значит исполнитель заказчиком не встречался да нет хорошо исполнитель есть и есть женщина хорошо жабу посадила которая она меня видит видит да хорошо магия обнаружено законы магии знаешь объясняй ситуацию что случилось или я тебе эту жабу сейчас вставлю в эти же места ты никогда уже не вытащишь она по интернету работают пришел и работают понятно ты ведьма черная так я понимаю жить то надо понятно ты знаешь куда ты уйдешь да за это говорит добрых не это все да хорошо я тебе сегодня покажу без ты видишь ее без говорит я я ни при чем я знаю что ни при чем я говорю она утверждает это ложь куда она уйдет за свои деяния как ты считаешь меня твое мнение интересует а это да только это показывает он слова которые она говорит то есть вот эту жабу она садит словами определенным заклинанием он говорит ну так это ж наше заклинание я об этом и говорю конечно это ваше заклинание хорошо без меня первое просто так тебе с этой все понятно это будем там разбираться с этими двумя особями сколько лет ты находишься в ее биополе как-то говорит что ее биополе я почти там и не нахожусь уже она пустое два года портал почему два года хорошо скажи почему она пустое из-за этой магии да или от космических почему-то на нее показывает на саму на нее на себя загнала ты имеешь ввиду даже магия не такое влияние патогенная не оказала негативно он говорит что она очень сильная никакая магия вы с ней она вот это в данном случае магия ее не настигла бы если она не была такая пробитая своими изнутри авша он говорит хорошо без еще второй вопрос лярвы есть на теле у марины хорошо я тебе их отдам после сеанса когда мы все уберем за твою кооперацию я ценю когда со мной кооперируют хорошо объявляю программу сейчас начнется программа реверса энергии мы дадим все темное заберем все светлое после этого уберете все что оставили рассинхронизируем вас я сожгу канал и после этого я проведу проверку двумя миллионами герц если кто-то что-то оставит биополе он просто сгорит в этой клетке все кто пройдут проверку уходят безболезненно первый раз на свою частоту всем понятно хорошо начинаем с реверс и я даю команду тонкой копии марины спроектировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственным за чужеродную негативной патогенные низкой вибрационной энергии в ее биополе один-два-три выстраивается каналу и сущности подходит каждый к своему каналу я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенные низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, магии. Один, два, три. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Меня больше интересует, посмотри на магию, что туда идет, Вера. К ней чернота возвращается, к этой женщине. Только к ней или к заказчице? Я вот заказчице не пойму. От нее идет слово Марина. Может быть, это она сама в церкви. Мне надо больше информации. Хорошо. Так, и я выстраиваю от этого мага еще раз канал и притягиваю заказчика этой порчи. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Притягиваю по каналу заказчика. Проявляется, становится рядом. Кто оплачивал деньги, проявляется. Вот эта женщина, которая там, она говорит, да, да, найди ее, потому что эту жабу мне надо возвращать кому-то. Мне она не нужна. И почему-то идет письмо. Письмо, которое ей пришло. То есть она письмо написала этой женщине, да? Этой женщине пришло письмо. И, значит, три. Проявляется это письмо в клетке тюрьмы рядом. Один, два, три. Там мужчина пишет. Отлично. Я бы хотел присушить определенную особу. Отлично. И выстраиваю от этого письма к тому, кто его писал своим почерком, своей рукой. Один, два, три. И притягиваю этого мужчину в клетку тюрьмы. Он становится нашим заложником. Да, будет так, а так и есть. Мужчина. Интеллигентный. Хорошо, мужчина. Ты меня видишь? Ты знаешь, где ты находишься? Кто? Мы те, кто наказывают за черную магию. Ты являешься заказчиком черной магии. Говоришь, что я здесь ни при чем. Да. Что-то путаете. Мы не можем путать ничего. Ты видишь рядом эту колдунью, которая стоит? Ты видишь эту жабу, которая висит? Говорит, я ее не знаю. Ты оплатила ее работу, этой женщины. И она тебе все сегодня вернет. Ты получишь такой откат, который ты в своей жизни никогда не видел. Я не знаю, переживешь ты его или нет. Но все, что ты сделал, тебе сегодня вернется назад. Интеллигентный мужчина. Присушку хотел, да? Говорит, не надо обижать меня. Слушай, но он, от него идет вот такая, у него такая гниль внутри, а сверху оболочка у него. Верочка, я знаю такую категорию людей. Все нормально, отлично. Хорошо, обращаюсь сейчас к колдуне. Она исполняла лишь свою работу. Имеет право быть. Это он по энергии. Для него ты работала? Говорит, судя по почерку, похоже. Хорошо. Значит, тогда тебе есть кому сегодня эту жабу передать. Ты понимаешь, как тебе повезло, потому что я бы оставил ее тебе. Но появился ответственный за это. И это не ты. Хорошо. Как у нас реверсер, Рерочка? Посмотри, пожалуйста. Реверсер закончился. Вот она говорит, что его, эта жаба как раз, то есть, его гнилая душонка как раз место для этой жабы. Она смеется. Согласен. Ничего не могу ей сказать. Ничего. Потому что она не является инициатором этого. Она исполняет работу и делает ее для темного мира. Если такое есть, то наш мир дуальный, состоит на 50% светлого и темного, значит, они имеют право быть. У него в руках палка, то есть трость. Да ты посмотри. Такая с круглым таким наконечником. И он начинает орать и кричать на нее, на эту женщину, что ты не имеешь права, я тебе заплатил, и начинает тыкать в нее этой тростью. Хорошо. Трость уходит в другую камеру. Один, два, три. Хорошо, клоун. Сегодня получишь и по полной программе. Я тебе гарантирую. Реверс закончился, Вера? Да. Отлично. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Марина забирает всю чистую, светлую, свою божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Марина себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Выстраиваем канал к жабе, если там находятся частички души, энергии, Марины. Все. На счет три возвращается назад. Один, два, три. Частички ее биоматериала. Все, что может быть, находиться на ее частоте, все возвращается ей назад. Да, будет так, а так и есть. Так, арахноид, как долго ты находился в биополе? Знаешь, что идет, подожди секунду, от жабы идет уверенность и стабильность. Уверенность и стабильность он хотел забрать. Все. Теперь у него... Она говорит, Марина, что, видимо, забрал, потому что... Пропала уверенность. Она говорит, он расшатал меня, расшатанный. Хорошо, этот клон сегодня получит по полной программе, Марина. Не беспокойтесь, давайте, кооперируйте дальше, наблюдайте за этой всей программой. Возможно, это самый интересный момент в вашей жизни. Арахноид, как долго ты находился в биополе? Фурчит? Так, арахноид, он показывает, что в ней он пять лет и в доме у него есть. Да, Арахноид, мы сегодня будем чистить этот дом. У тебя есть там семья, дети? Да, два года назад он сделал в себя. Хорошо, Арахноид, тогда мы поступим следующим образом. После того, как мы сделаем реверс энергии, ты все уберешь, я отправлю тебя назад в дом, ты соберешь за это время все, что ты там оставил, и будешь дожидаться меня, я приду чуть позже, через 20 минут, и выпущу тебя на твою чистоту, проверив перед тем, как тебя отпустить, все ли ты убрал. Тебе это понятно? Да, он соберет все. Хорошо, Аинзик, как долго ты находился в этом биополе? С первой беременности. Я не знаю, когда была беременность, ты мне назови, сколько в годах? Ты в роддоме подселился? А, до роддома. Два с половиной года. Два с половиной года. Хорошо, Инкуб. Как долго ты находишься в этом деле? Подожди, он говорит, отсектует, что это самое время. То есть, есть определенная жидкость, которую он использует. А, в этом плане. Ты имеешь в виду самый благоприятный момент для тебя, да? Для него, да. Я понял. Хорошо, два с половиной года. У тебя есть в квартире что-то? Нет, полностью только я биобровод использую. Хорошо, понял, хорошо. У тебя есть инкубатор в животе? Есть. Я тебе отдам его потом назад. Инкуб, как долго ты находился в этом биополе? Год. Один год. Тебя бес привел? Да. Понятно. Хорошо. Бес был повод? Или ты больше хотел просто? Он говорит, что ей было грустно. Угу. И ты решил ее грусть разбавить. Хорошо, все понятно. Хорошо, ждем окончания реверса. Что там к магии идет? Посмотри, пожалуйста, назад. От этой жабы. От жабы закончилась уже. Угу. Веренность я говорила, вернулась. Да, это вернулось все. Хорошо. А так реверс закончился? Светлая энергия? Да, закончилась. От всех закончилась. Хорошо, тогда мы начнем сейчас сразу. Сарахной, даарахной. Выходи, вытаскивай всю паутину, которую ты оставил, высасывай всю жидкость и докладывай мне о готовности к проверке. Он показывает. У него сверху в квартире много паутины, связанной с ней. И он вот эту паутину, как за ниточки ее дергает, и она, как робот, одни и те же движения делает каждый день. По кругу ходит. Понятно. Как на автомате просто. Угу. Все понятно. Он ей не дает сосредоточиться, подумать, или что-то другое. Только одно. Одни и те же действия. Спина у нее. Спина, да? Заплетена. Как большой такой, как несколько их идет паутин. Как в косу такую, по позвоночнику сплетена. Он ее снизу начинает, как отрывает. Вот как, представь, в косу за самый кончик он ее вытаскивает. И она с таким звуком оттуда вылетает между позвонков везде. Хорошо. И голове. Голове идет. Вокруг головы. Все снял он. Хорошо. Я обращаюсь к инзиктоиду. Инзиктоид, выходишь сейчас. Вытаскивай свой инкубатор, осасывай всю свою жидкость, ничего не забывай. И докладай о готовности к проверке. Приступай. Он и вытащился. Хорошо. Инкуб. Выходишь. Вытаскивай все свои ленточки, ошейники, все, что ты там оставил. Докладай о готовности к проверке. Ленты у него. Ленты. Не ленты, ремни, я бы сказала, кожаные. По телу. От шеи вниз. Какой эффект вызывали эти ремни, Инкуб? Сдавливал. Сдавливал. Хорошо. Затягивал. И что она делала на физическом плане? Он как задыхалась, горло показывает. У него вообще лярва на горле и на сердце. Да. Это лярва беса дожидается. Нет уже, если лярва. Не понял. На спине есть лярва. На спине есть лярва. Хорошо. Я вам все. Хорошо. Бес, давай, выходи, вытаскивай сначала все, что я оставил. И докладывай мне. После этого я дам тебе команду другую. Вытащить лярвы. Приступай. Что она оставила? Сапожки, ботиночки, носочки. У него как гольфы высокие такие, как колготки. Как она действовала на нее без? Он говорит, да никак. Я уже не сижу здесь. Выйду, зайду, выйду, зайду, соберу, что накопилось. Орет она много. Вот как. А ну расскажи мне об этих частотах, которые тебе нравятся. Крик. Что еще? Что тебя притягивает? Конкретно. Не справляется. Не справляется с чем? С текущими делами? С эмоциями. С эмоциями. Хорошо. Марина, это очень важный сигнал. Это их частота. Если мы не можем наши эмоции держать под контролем, то не удивляйтесь, если завтра будет бес или демон опять. Это их частота. Они ее слышат, где бы ни было. Говорят, что она навалила много на себя. Взвалила называется у нас, да? А что именно она взвалила? Объясни. Может, чужую ответственность? Он говорит, что я в этом не разбираюсь. Хорошо. Навалила на себя. Себя много. А справляться не может. Хорошо. Потерялась, он говорит, во всем этом. Растворилась. Вот и собирать нечего. Да. Ну, ты все равно в убытке не останешься сегодня. За кооперацию, как я и обещал, ты получишь лярвы, когда все вытащишь. Вытащил. Хорошо, бес, я тебе разрешаю снять лярвы где там на голове, на спине. Все остальные тоже забираю, ничего не оставляю. Хорошие, жирные. Забрал. Хорошо. Это еще не все. Я думаю, там еще негатива, мне эмоций достаточно. Давай-ка сделаем так. Сейчас включаю внутренний белый свет Марине. Один, два, три. И на счет три Марина начинает выдавливать из себя все негативные патогенные энергии страха, ненависти, гнева, грусти. Все негативное, все, что есть, в ее биополе выходит. Я подхожу к Марине, кладу руки на плечи, помогая ей своей энергией выдавить этот шар эмоциональный из себя. Все эти энергии выходят и формируют этот шар перед Мариной. Здесь почему-то слезы, она срывается на этих эмоциях и слезы выходят. Ну, это, я удивлен, почему-то там бес сидит. Там, когда слезы и страх и крик, это все, это демона, чистота уже. И причем хорошего такого. Но... Говорят, что здесь нечего вытягивать. Собирать, да, 32% энергии мы видим. Хорошо. Шар намотался. Хорошо. Бес забираешь? Давай. Отправляю бесу. Да, готово. Так, магия. Магия у нас была только жаба. Мы все вытащили из магии, да, Верочка? Если, давай, включим внутренний белый свет. 1, 2, 3. Если на магической чистоте, что-то еще осталось в биополе Мариной, оно загорается ярко-красными маячками. Но у него фантом есть. Хорошо. Этот фантом выходит из ее биополя. 1, 2, 3. Потом. Хорошо. Я думаю, куда его уничтожить или отправить в клетку? Я думаю, уничтожить. Открывается портал в галактической ядре. 1, 2, 3. И этот фантом уходит на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо. И сейчас начинается. Я даю команду на рассинхронизации энергии Марины с энергией арахноида, инзиктоида. Число, значение 100%. Готово. Так, я подхожу к Марине, кладу руки на плечи и моей собственной энергии делаю импульс высокого вибрационного шока удара, сжигая все каналы кинтэфферентом. Значит, 3, 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы, отлетают, открывается портал в галактическое ядро, они улетают на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяй. Есть. Я даю команду скэнеру на проверку, контрольную проверку. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все 7 тонких тел, находит любые остаточные негативные энергии, уничтожая их на месте. Если что-то осталось крупное, загораются и маячки. Зиглянный. Хорошо, все-все прошли. Буду отпускать всех на место. Назад, откуда они пришли, за исключением магии. И на 4 открывая портал, в квартиру 1, 2, 3, и арахноид уходит в портал, собирает все, что он там оставил и ждет, дождается меня. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Инзиктоид, ты готов уходить? Или хочешь? Готово. Хорошо. Открывается наверху портал, против часовой стрелки на частоте инзиктоида. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Инкуб, ты готов уходить? Да, готово. Открывается внизу портал, против часовой стрелки, на частоте инкуба. 1, 2, 3, и инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит безболезненно на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Бес, ты доволен? Он доволен, он показывает в доме два портала, один против другого. Ну, мы дом сейчас будем чистить, мы все уберем. Благодарю тебя за информацию. Еще у меня один вопрос. Вот этот мужчина, который заказчик этой магии, ты видишь его, да? Да, видит. Скажи, какая ответственность ему еще предстоит за это деяние? Он говорит, после обратки сам все и увидишь. Хорошо. Да, говорились. Все, желаю тебе всего наилучшего, надеюсь, мы больше не встретимся, и готов уходить? Готов, да. Ну, он философствует. Понятно. Ну, а что ему? Он доволен, остался все нормально. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, расторяйся, это огненный пентаграмм. Осталась у нас магия. Хорошо. Женщина, маг, как тебя зовут? Как мне к тебе обращаться? Ольга, обращайся. Хорошо, Ольга, тебя буду называть. И у нас остался этот мужчина. Как его зовут? Считай информацию. От него идет какое-то имя Николь. Николя. Николай, да? От Николь так и идет. Николь это женское имя. Как тебя зовут? Ник. Ник. Ладно, хорошо. Ник. Я думаю, Марина знает, о ком идет речь. Хорошо. Еще от него слово идет постоянно работа. Она где-то по работе с ним пересекалась раньше. И на счет 3 переходим на магическое воздействие. Частоту 1, 2, 3. Если еще что-то осталось, проявляется. Чисто мы выведем. Отлично. И я на счет 3 выстраиваю сейчас канал к заказчику, к этому Николю от Марины. 1, 2, 3. И на счет 3 посылаю мощнейший откат за все время этой магии, которая была получена. Все эти боли, все эти страдания, все, что получила Марина от этого Николя, возвращается ему назад в течение 1 минуты. 1, 2, 3. Пошел откат. Да будет так. А так и есть. Все, что он сделал, возвращается к нему. Он дышит как-то. Очень трудно хрипеть, начиная от горла и сердца у него. Где жава была? Что-то на нее влияло в этом. Усиливаем потоки в 100 раз. Все назад возвращается. Все, что послал, все получи. А воздуха не хватает. Ничего страшного, еще жаба дожидается тебя. Я думаю, Ольга с удовольствием эту жабу вернет ему. Не так ли, Ольга? Или она хочет ее себе забрать? Нет, она ему отдает. Жаба твоя забирай. Отлично. И возвращаем жабу на то же место, куда я была поставлена. И вместе с этой жабой возвращается вся энергия, вся боль, которую получила Марина. Один, два, три. Да, будет так. А так и есть. Ключи, хватит. Так купить можно. Никакой жалости. Вообще никакой. Ты убивал человека. Ты получаешь ничего больше, не на процент того, чего ты дал. Ты получаешь просто плоды своей деятельности. Ты посадил дерево. Ну что, выключить звук? Или как? Пока все назад не получишь, откат не остановится. Продолжается. До последнего микрона. Все боли, все страдания, все, что ты сделал, подлый человек, возвращается к тебе. От нее все вернулось к нему. И вот она, она такая какая-то солнечная стала. Информация идет, что он у нее солнце забрал. Вот как. Хорошо. Сейчас и у тебя забрал. Сейчас и у тебя солнце пропадет. Но вот это вот Ольга говорит, откуда у него солнце. Там только грязь внутри. Вот и я о чем говорю. Как закончится, скажешь, Вера. Ну у него, от нее, получается, вернулось все. И вот эта жаба внутри у него. Отлично. Хорошо. И сейчас я подхожу к нему. Достаю свой магический перстень. Один, два, три. Открываю его и дую в него. Стираю ему всю память на магические действия. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо. Как вас зовут, мужчина? Что вы здесь делаете? Николай Иванович. Николай Иванович. А что вы здесь делаете, Николай Иванович? Как вы сюда попали? Я очевидно сплю. Наверное, вы спите. Скажите, Николай Иванович, а вы магией случайно не занимались, никому не давали какие-то поручения, заказы, кого-то там к себе притянуть? А, Николай Иванович? А что вы, я воспитанный, интеллигентный человек. Конечно, да, мы, наверное, ошиблись. А вы кто, представьтесь, пожалуйста? Ангел смерти. Позвольте представиться. Меня зовут Влад. Вы же это не серьезно. Вы видите мои крылья за спиной? Не надо меня забирать. Ваши крылья красивые, но не надо меня забирать. Да, хорошо, но если вы так считаете, тогда я не буду вас забирать. Тогда я верну вас назад. Николай Иванович, желаю вам крепкого здоровья и наилучшие пожелания от нас. И открывая портал на чистоте, Николай Иванович, он уходит на свою чистоту, ничего не помнит. Закрывай, опечатай, расторяй. Готово. Хорошо, Ольга, буду отпускать вас назад. Вы готовы уходить? Да, готова, отпускай. Хорошо, открывая портал против часовой стрелки, отпускаю Ольгу на ее чистоту. Один, два, три. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо, поехали по чистоту. Хорошо, Марина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Хорошо, у нас остались 10 вопросов к куратору еще, и чистка вашего дома, и мы делаем запрос в энергоинформационном поле, и приглашаем к нам прийти куратор или учителя Марины. Куратор или учителя Марины просим вас прийти в нашу комнату диагностики. Она здесь, это женщина Эльза. Снимаются все маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратору. Приветствую всех в этой комнате. Приветствуем вас, Эльза. Мы сегодня проводим, меня зовут Влад, это Вера, мы только что проводили чистку вашей подопечной, и убрали все, что там не должно было находиться. И она еще изъявила 10, желание задать своему куратору 10 вопросов. Будете ли вы так любезно, уважаемая Эльза, ответить на ее вопросы? Я благодарю вас сердечно за эту чистку и за эту встречу. Принимаем ваши благодарности. С великой радостью отвечу на вопросы. Благодарю вас. Первый вопрос. Где была рождена моя душа? На какой планете? Пришло время сказать, вернее, почувствовать и узнать. Вы, наверное, все прекрасно видите. Это земная душа, включающая в себя энергию всей Вселенной. Я сейчас объясню немножко, как она выглядит. Пожалуйста. Значит, Марина знает, что она земная душа, и ее оболочка, она похожа полностью на космос. То есть она сама Земля, чакры она представляет, как планеты Марса, Венера, ну и выше. И Солнце у нее сердце, там, где сидела жаба. Солнце у нее сердце. Вот откуда, почему удар был этой магическим. Понятно. Благодарю вас, уважаемая Эльза. Потому что, когда мы возвращали назад, делали реверс энергии, там как раз и пошла вот эта солнечная энергия, и Марина не могла понять, откуда это Солнце, почему оно пропало из нее. А вот оно окажется, почему. Если вы позволите, я перехожу ко второму вопросу. Пожалуйста. Какой процент негативной энергии я наработала в этом воплощении? Наработала и нарабатываешь 24%. Объясните, пожалуйста, насчет нарабатываешь. Значит, эта проблема не устранена. Неуважение к себе. Вот. Это я хотел услышать. Неуважение к себе. Мне об этом сегодня Бес говорил. Я поэтому еще раз переспросил специально только для вашей подопечной. Благодарю вас, уважаемая Эльза. Неуважение к себе всегда набавляет негативной энергии. Это известный фактор. Я могу переходить к третьему вопросу. Пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, про мое последнее воплощение на Земле. Кем я была, где жила, чем занималась и какие уроки прорабатывала? Ну, вообще-то это и есть твое последнее воплощение на Земле. Безусловно. Это предпоследнее. Хорошо, давай вернемся. Несколько сотен лет назад. Я, безусловно, понимаю, вы куратор, и только ответственность за это ее, за это воплощение. И вам надо в архивах посмотреть. Планета Земля. Я приближу. Местоположение. Тропическая страна. Мексика. Это племя. Я только хотел сказать, не шаманка ли она была случайно в этом племени? Нет, жена вождя. Жена вождя. О каких годах мы говорим сейчас, уважаемая Эльза? Ну, цифры тут 1-1-0-1. А 1101 год. До того, как Колумб или кто там открыл. Понятно, хорошо. 1101 год, жена вождя. Чем она там занималась и какие она уроки прорабатывала, если можно еще узнать? Жена вождя рождала детей и украшала себя. Какие уроки прорабатывала? Была жрицей. Энергией Земли управляла. Ну, я же говорю, жрица, это в принципе и является магическое это составляющее культа. Значит, все правильно. Вы хотели что-то добавить, уважаемая Эльза, или можно переходить к следующему вопросу? Здесь все понятно. Я бы хотела обобщить. Пожалуйста. Любая душа, планета Земля включает в себя всю Вселенную, может представлять всю Вселенную. Частицы, которые в ней находятся, должны быть в гармонии. Это дает ей силу. Земная душа? Кроме энергии Земли, в ней частицы всей Вселенной. Земная душа это точно такая же космическая душа, как и все остальные души. Этот урок мы уже получили, нам объяснили. У меня еще один вопрос, направляющий, если вы позволите. Вы переспросили последнюю жизнь на Земле. Я полагаю, что с 1101 года у нее еще были какие-то воплощения, но, возможно, на других планетах. Я этот хотел просто озвучить. О, да. Хорошо. Просто это не стояло в этом вопросе. Она спросила конкретного воплощения на Земле. Вы ей ответили. Хорошо. Но я не могу спрашивать, конечно, в этом вопросе не стоялось. Но, конечно, интерес существует, а где ее тогда внеземная жизнь была до воплощения на Земле, последняя, если вы позволите. Марс. Хорошо. Марина, вы были на Марсе в своем последнем воплощении. Если можно еще там сказать, чем она занималась, это ее вполне устраивает. Она просто неправильно поставила вопрос. Я бы хотела поговорить о более насущных и полезных вещах. Пожалуйста. И объяснить структуру земной души. Это поможет любой земной душе, в частности Марине, управлять своей жизнью. Пожалуйста. Я уже сказала, что в каждой земной душе находятся частички Вселенной, но я поправлюсь. Это частички галактики, той галактики, которую вы знаете, со своими планетами Млечным Путем, Солнцем. Верно. В каждой земной душе находятся энергии этих планет, так же, как энергия планеты Земля. Обязательно есть свое Солнце. Все сделано по образу и подобию в земной душе. Каждая земная душа может насыщаться своей Вселенной и добирать недостающие энергии, которые ей не хватает, кроме энергии Земли. И как она? Представляя их. Энергия Солнца золотая, она находится в сердце. Энергия Марса это самая нижняя чакра. Красная у нас называется. Она красная. А дальше каждая земная душа пускай продумает, представит и углубится в свое создание и свою суть. У меня такое ощущение, Эльза, что эта информация у нас уже есть на Земле. Именно вот это отношение чакр к космическим планетам. Но вы сказали, что каждая душа должна сама себе это выяснить, глубже копнуть. Правильно? Это полезно для развития. Все, для развития на Земле полезно. Мы должны ценить это время. Благодарю вас. Вы закончили или еще хотели добавить что-то про Землю? Я отклонюсь немножко и посмотрю на тебя, чтобы дать пищу для размышлений, не объясняя ничего. Плеяды называют семь сестер. Ты не задумывался, почему? Посмотри на свои чакры. И узнай свой родной дом. Вы ко мне обращаете сейчас, уважаемая Эльза? Конечно, мы же с тобой разговариваем. хорошо. Да, плеяды семь сестер. Мне это говорит очень о многом. Безусловно, я понимаю. Тот, кто пойдет дальше, рассчитает и узнает больше о своем рождении, сможет насыщаться и управлять своим пребыванием на Земле, в том биороботе, в котором вы состоите. Благодарю вас за эту очень интересную информацию. Это ценная информация. Благодарю вас, уважаемая Эльза. Приятно донести. Нам приятно такие вещи получать. Мы отрывки хватаем, потому что у нас действительно здесь очень много информации приходит, когда вы готовы. И опять мне нечего вам возразить, уважаемая Эльза. Я продолжаю? Да. Следующий вопрос. Сколько у меня кармических узлов уже проработано и сколько еще осталось? Кармических узлов проработано. Немного странный вопрос. Но у нас называют это правильно. Сколько прошло кармических узлов, сколько осталось? Ты проходишь третий, впереди еще два. Пятый вопрос. Какие цели и задачи у меня на это воплощение для развития души? Обладать своей душой в полной мере. Научись этому, а потом уже спрашивай про задачи. Вы не могли бы чуть объяснить это понятие обладать своей душой в полной мере. А что по-твоему я делала до этого, объясняя структуру и способы зарядки? Благодарю вас, уважаемая Эльза. Мне это все понятно. И вы поймите правильно меня. Я задаю вопросы в интересах вашей подопечной. Вот. Я не знаю, понимает ли она это или нет. твои лучи знаете. Я разговариваю здесь с осознанными душами и даю информацию, которой они готовы. Все. Вопросов нет. Я вижу высокий уровень куратора. Благодарю вас, уважаемая Эльза. Я перехожу к следующим вопросам. Здесь все понятно. Какие навыки, качества, способности мне надо развивать и на что обратить внимание? Что прорабатывать? В первую очередь в том состоянии, в котором ты находишься. Тебе нужно вернуться к самой себе и заняться своим физическим биороботом. Полюбить себя. Обратить на себя внимание. Уделить время себе как женщине и найти гармонию внутри. А самое первое выспаться. Значит, начни с простых вещей. Уважение к себе. Совершенно верно. Мы очень часто встречаемся с такой проблемой, уважаемой Эльзой, и у других людей, поэтому это не единичный случай у нас, к сожалению. Мы еще с бесом общались, который там сидел. Он сказал, она постоянно рыдает, у нее истерики. Это, в принципе, вопрос времени, когда сущность зайдет туда. Она просто шантавшая. Отчего это усталость? Я лично не понимаю. Это от интерферентов или ее личное? Откуда она взялась эта усталость? Тебе не понять. Хорошо. Я мужчина. Согласен. Хорошо. Я перехожу к следующему вопросу. Двое маленьких детей требует своего внимания, но не надо забывать про себя, так как это было твое решение. Я прошу прощения. Я не учел, конечно, безусловно, детей. Это огромная работа. Все понятно. Хорошо. Благодарю вас. Я понял. Разглажай. Седьмой вопрос. Какие у меня недостатки и слабости и как от них избавиться? Ты действительно хочешь, чтобы я их озвучивал? Обычно такие вещи человек знает, и поэтому это, я думаю, у нас называют риторический вопрос. Я бы оставила этот вопрос на потом. Хорошо. Если он останется, ты всегда можешь задать его мне в будущем. Прямо в контакте. Совершенно верно. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Какой главный мой талант на это воплощение? Чем я могу быть полезным окружающим и себе? Твой главный талант твоей энергии. Научись быть в гармонии с ними. И информация будет поступать по мере твоего развития. Надо с этого начать, и тогда откроется и вторая часть этого вопроса. Чем она может быть полезным? Ничем она не может быть полезным, если она сама не найдет в себе гармонии. Она только тогда сможет другим помогать, когда в ней самой присутствует гармония. Гармония и твердость, уверенность и понимание того, что ты делаешь своих энергий и целой вселенной. И тут мы переходим уже к следующему значению. Она называется осознанность, рост души. Благодарю вас, уважаемая Эльза. Очень интересно. Вы закончили? Я могу продолжать? Продолжай. Девятый, предпоследний вопрос. Как найти взаимоотношения, взаимопонимание с мужем? Здесь два аспекта. Первое, это физическое тело, которое ты должна привести в порядок. И второе, это твое внутреннее состояние, в котором нет гармонии, уверенности и силы. Человек рядом чувствует это. Он принимает эти безусловные вибрации и они, если они негативные, оно немного должно отталкивать человека. Так же, как и ты принимаешь определенные вибрации от него и понимаешь внутри себя. Так и он понимает. Поэтому кто-то должен быть сильнее, кто-то должен быть в гармонии и помочь друг другу. Благодарю вас. Я бы хотела добавить про гармонию. Гармония, она идет внутри. Если ты научишься получать ее, я бы даже сказала генерировать ее внутри себя, внутри своей вселенной, ты можешь представить, как она идет снизу, с копчика, наверх, обволакивая твой внутренний стержень. Как только ты научишься видеть и чувствовать гармонию внутри себя, ты сможешь быть с мужем одним стержнем, обволакивая вашу пару снизу вверх. Как земная душа и мать, только ты сможешь генерировать эту гармонию вокруг себя, распространяя ее на всех кто в общении с тобой. У нас есть такая пословица полюби себя и ты полюбишь весь мир. Это другое. Здесь больше присутствует радость. Гармония это уверенность и твердость. Можно жить посреди хаоса но находиться в гармонии. гармония это определенная волна на которой ты находишься. Но как вы понимаете волна как вы себе ее представляете? Радиоволну. Радиоволна это чистота. Частота определенной герц. герц. Как ты себе ее представляешь? Я ее представляю? Ну хорошо. Мой учитель является Архангел Ханил. Если я с ним общаюсь, я чувствую золотой или белый, чисто белый свет, который в меня поступает. Я чувствую эту гармонию, я чувствую это определенное, но это чистота опять. Как ты ее видишь? Как одну полосу, как яркий свет? Как ты ее представляешь? Она объемная. Она включает в себя много цветов, находящихся в гармонии между собой. Правильно. Это я и хотела сказать. Кто-то видит один цвет. Это правильно, потому что это зачаток того, что человек начинает чувствовать и понимать, чем осознанно душа, тем четче она видит цвета, тем четче она видит. Я бы назвала это полосы, вибрации и, как ты это сказал, чистота. Чистота, да. Я бы назвала чистоту полосами. Гармония состоит из нескольких полос. Она плотная, но если душа осознанная и всматриваешься в эту плотность, ты понимаешь, что она состоит из много-много разноцветных полос, которые расширяются и уплотняются по мере того, как душа развивается. Вот эта гармония идет вверх. Человек, который видит даже одну, один цвет, это уже достижение, это уже шаг вперед. Очень хотелось объяснить на конкретном примере. это переплетение частот разных цветов. Гармония это не всплески. Я понимаю, это не всплески, это наоборот противоположность гармонии, всплески. А умение держать свою гармонию в определенных частотах, это уже искусство, в моем понимании. Это то, о чем я говорила, даже в хаосе можно находиться в гармонии. Последний вопрос у меня остался, и это уровень высшего я, Марины. 11. 11 уровень, это очень высокий уровень, соответственно, высокая ответственность и высокие знания глубокие должны уже присутствовать. Уважаемая Эльза, мы закончили. В заключении она пишет, спасибо большое всем, кто помогает мне в этом воплощении и меня оберегает. Я благодарю за те знаки, которые я учусь видеть, за те ситуации, которые учат меня или исполняют желания. Благодарю. Уважаемая Эльза, мы закончили. Если вы хотели что-то сейчас от себя лично добавить, хотя вы уже все рассказали, это был бы самый лучший момент. А я лишь хочу добавить, что Марина даже нет. Я хочу пожелать и увидеть, что Марина пользуется всеми практиками, которые я предоставила и объяснила. Хорошо, Марина, сейчас ход за вами. Мяч в ваших руках. Сейчас вы должны проявить свою инициативу, поработать и доказать, показать своему куратору, вы поняли правильно, что она хотела вам донести. Благодарю за пояснение. Хорошо, я хотел услышать мнение Марины, она все поняла сейчас, о чем мы говорили здесь. Марина на себя показывает, что она давно поняла. Замечательно. Эльзу? Она поняла еще до манифеста, кто она. И значит, в дожде. Но память, которая к ней вернулась и практики, которые объяснила Эльза, ей очень близки и важны. Она благодарит Эльзу. Уважаемая Эльза, у нас есть в этой комнате диагностики очень добрая традиция каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, а были здесь практически со всей галактики. Мы всегда делаем определенный подарок, от которого еще никто не отказывался. У нас нет другого подарка, как самые чистые ягоды, которые остались на земле. Один, два, три, Верочка, появляется большая корзина с самыми вкусными чистыми ягодами, которые есть на земле. И мы бы хотели уважаемой Эльзе передать этот скромный подарок в знак благодарности за вашу помощь, за то, что вы пришли, помогли нам ответить на все эти вопросы, которые так беспокоили Марину. Я уверен, что ваша непосредственная встреча напрямую уже не за горами. У вас прекрасная подборка ягод, сочные плоды. Мы старались. Благодарю. Я обязательно попробую все. Замечательно. Благодарим и вас. Хорошо. Мы закончили. Примите, пожалуйста, нашу искреннюю благодарность, уважаемая Эльза, от меня, от Веры и от Марины на этом месте. Вы очень большую помощь сегодня оказали нам этими ответами. Я благодарю вас за эту встречу. Я думаю, что мои практики и разъяснения будут понятны многим душам Земли. Они очень понятны, вы очень красиво и четко всем объяснили. Я желаю, чтобы на Земле были такие знания. У нас очень много неправильных знаний, у нас очень много знаний лживых, и поэтому именно найти чистые знания, а все, что чисто и правильно, оно всегда коротко, оно всегда легко воспринимается. Вы сейчас как раз и сделали эту возможность, объяснив все легко и доступно, причем не только для Марины, а для каждой души. Правда и истина, она коротка, а ложь можно придумывать постоянно. Это вам на будущее. если вы видите, что с одной стороны просто и коротко, а с другой очень много аргументов, новых данных, постоянного обсуждения, вы можете видеть, где правда, где ложь. Вы знаете, уважаемая Эльза, вы до такой степени сейчас правильно сказали. Еще раз вернусь к моему учителю Архангелу Ханиилу. В разговоре с ним он сказал одну такую вещь, что сложно, то ложно. И нам будет повторяться. Конечно. А ложь надо доказывать. А ложь нужно, а ложь, лжи будет много, ложь можно придумать. Я искренне вас благодарю за эту информацию, которую вы сегодня озвучили здесь, в этом сеансе. Я благодарю всех за эту встречу, особенно Марина, что она услышала и в конечном итоге помогла сама себе. Вы достучались. К нам приходят только те, кто готов. Кто не готов, к нам не попадает, а эта душа, видать, уже готова. И мы очень рады открывать двери, в которые им придется идти самим. Для этого надо быть готовым. И мы как рады. Благодарю я вас. Очень приятно. Вам наилучшие пожелания высоких вибраций, чистых энергий. И говорю до скорых встреч. И я желаю сохранять ваши энергии в чистоте. Благодарю вас. Это очень нелегко на земле, но у развитых душ это должно всегда получаться. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Один, два, три. Готов. Хорошо, Марина, мы обращаемся к вам. Как вы себя чувствуете? Как вам разговор с вашим куратором, с Эльзой? Вы поняли, о чем идет речь? И какая работа перед вами лежит? Она на себя постоянно показывает. Она как галактика сейчас, в которой есть Солнце, планеты. Отлично. Говорит, что я так насытилась и наполнилась энергиями. И столько материала у меня, чтобы прорабатывать и жить. Самое главное, вернула свое Солнце. Благодарю вас. Благодарю мы вас, принимаем вашу благодарность. Хорошо, Марина, мы сейчас будем возвращать вас, ваш биоробот, синхронизировать вас, гармонизировать и после этого приступим сразу к вашему дому. Хорошо, верочка. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Марины в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извиненке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от Марины. Марины. Продолжение следует... Марины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова